И снова обрушение памятника архитектуры. На сей раз на улице Екатерининской 8. Там накануне обвалилась часть фасада. Чудом никто не пострадал, но об угрозе обрушения местные жители неоднократно сообщали городским властям. Но те, конечно же, бездействовали. Все подробности расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Обвал произошел в 10.30 утра. Местные жители услышали сначала громкий треск, а потом и грохот обрушившегося на тротуар камня. Говорят, фасад начал осыпаться еще месяц назад. Месяц назад им сказали, и месяц назад они не убрали. Вот милиция, вот к ним обращайтесь. Все это оформлено. Это городские власти знали, это все знали. О чем знали? Расскажите. О том, что там трещина в доме. Месяц назад она падала. Возмущены, что никто так ничего и не сделал. Мне плохо. У меня упал такой камень. Я в департамент пошла и сказала, у меня камень. Голову мне разбил. Внучки. На кровать. Абсолютно. Сегодня, завтра. Но каждый день я не буду ходить. Получили департаменту это. А они пришли, только разрушили мою квартиру. Вся квартира, вы придите, разрушена. А исполком ни при чем. Он дал мне, дал департаменту это все. А вся квартира, все вот такие камни. На полу. На месте работают спасатели. Все камни и фрагменты, которые вот-вот начнут падать, просто сбрасывают на тротуар. Служба чрезвычайных ситуаций сейчас проводит обследование фрагментов на балконе. Через квартиру выйдут на балкон и поскидывают те фрагменты, которые угрожают падению. Вот видите, что делается. Опять вниз. Отлично. Супер. Просто супер. После нас продолжат разборку и ликвидацию этого обрушения. Местные жители боятся повторного обвала. Говорят, то, что в этот раз никто не пострадал, чудо. Никто не пострадал. Сегодня просто повезло, что это воскресенье, утро. Повезло просто. Бог все-таки есть. Та сторона тоже скоро обрушится, мне кажется. Там тоже такая огромная трещина. Уверяют, за памятником архитектуры начала 20 века никто не следит. Самим приходится делать ремонт. Я живу в этом доме на четвертом этаже. Вот этот вот наш фасадный балкон, в котором такие же падали камни уже раза три. Приходило миллионное количество всевозможных комиссий. Они никак не могут разродиться. Они все ходят, обсуждают. Внутреннюю часть здания мы починили полностью и крышу за свои деньги. Никто абсолютно нам не хочет в этом помогать. Жильцы дома чуть ли не самостоятельно готовы сделать ремонт фасада. Было бы разрешение. Вы понимаете, мы бы уже его отремонтировали. Туда невозможно залезть. Это нужны специальные разрешения. Это нужны специальные люльки. Куда их крепить? Ну, это невозможно своими силами сделать. Говорят, уже устали писать обращения городским властям. Никто до сих пор не предпринял каких-либо действий, чтобы спасти памятник архитектуры. Марья Мальхасанали, Екатерина Лапицкая, Валентин Мирза, 7 канал.